Привет! Привет! Всем привет из Москвы, я уже с утра в студии, сейчас будет у нас прямой эфир, потом будем записывать очень интересный марафон онлайн, вот и будет работа сегодня весь день, ну а вечером уже в Сокольниках встречаемся. Со всеми у кого будет желание. Ну что, у нас сегодня открывается новая серия тем. Мы будем, ну вот эти 7 дней, смотреть планеты в экзальтации. То есть мне нужны люди, у кого луна попадает в телец, и в тельца, и экзальтирует. Так как я вам уже говорил, что у нас такой следственный эксперимент, моя задача выяснить прямо у людей, как на них влияет та самая луна. Если у кого-то луна в экзальтации, прям пишите у меня. У меня луна в тельце, или там у меня луна 2. Вот, по джотишу, естественно. Вот. Очень интересная тема. Благодаря вот своим наблюдениям я понял, что в классической астрологии является большой ошибкой считать, что планеты в экзальтации лучше себя проявляют, чем планеты в падении. Как выяснилось, когда у человека есть какое-то сверхсвойство, ну что касаемо луны, это гиперчувствительность, конечно, это дает тонкий вкус, это дает интуицию, но вместе с этим это дает открытый Wi-Fi ко всем воздействиям, которые происходят снаружи. И человека могут многие вещи раздражать и очень легко выводить из равновесия. То есть луна в экзальтации дает во многом и лихорадочность, и мы сегодня это узнаем, когда поговорим с ребятами, у кого она там есть. Да, сегодня у нас смена обстановочки. Дело в том, что когда мы смотрим луну в падении, да, конечно, там есть свои сложности, но она планомерно растет, ей есть куда расти, и она не так зациклена на чувствах. А когда мы видим экзальтацию, то мы осознаем, что там вытекающие есть, не совсем приятные. Поэтому не нужно гордиться тем, что у вас планеты в высоких положениях, важно, как вы с ними работаете. И почему луна экзальтирует в тельце? Давайте поразмышляем. Что такое луна? Это наш ум, это наши эмоции, это наши чувства, интуиция и нервная система, это психология общения с людьми. Что такое телец? Это знак Венеры, который тоже отвечает за коммуникацию, у которого очень богатое воображение. Одно из самых богатых. Получается, что у тельца есть вот эта база, вот этот интернет его фантазии и мыслей. А луна – это ум, который может подключиться к этой базе и получить экзальтацию, полную свободу. Полную свободу в творчестве, в воображении, в мыслях и вот в той самой интуиции. Луна в раке не так себя чувствует. Там тоже есть элемент психологии, есть элемент чувств, но Венера, она все окрашивает в более яркие тона. То есть планета Венера в принципе отвечает за воображение. И вот только представьте, когда у нас чувственная луна, наш чувственный ум попадает в сверхчувствительного тельца, то происходит вот эта вот высшая точка представлений о том, что происходит вокруг у этого человека. То есть более широкая градация эмоций и чувств. Ну то есть это хорошо для мультипликаторов, для художников, для тех, кто угадывает вина, люди, которые знают, какого года вот этот звук мотора, что это за модель. Понимаете? То есть это по-другому называется йога-ювелира или йога-парфюмера. Сегодня давайте первого человека, которого мы возьмем, это Элю, вы уже с ней знакомы. У Эли как раз луна в первом доме, в тельце, в экзальтации, вы только представьте, насколько это круто. И сейчас она как раз с нами по-другому моменту, и как эта экзальтация влияет на ее ум. Эля у нас тут тоже в студии рядышком. Так, подгружается. О, привет. Я тебя вижу и здесь, и здесь, да. Я ищу вай-пай, что-то иногда отключается. Ну, здесь какая задача? Вот понять, чем вот эти люди, у которых луна в тельце, отличаются от других. Вот здесь будут два вопроса. Так как у тебя есть гиперчувствительность, то первое, нужно сказать, вот от чего ты испытываешь эйфорию, в чем твоя тонкость восприятия? В плане эйфории, вот ощущений. Слушай, я настолько по-другому, я уже поняла, что я по-другому ощущаю мир. Я могу бежать утром, смотреть на море и расплакаться от счастья, потому что я воспринимаю это вот так. Или я могу слушать музыку, и она мне может так шарахнуть, что у меня тоже могут слезы градом потечь, и я чувствую вселенскую любовь. Я могу злиться так, что, мне кажется, я готова взять нож, отрезать голову. Я могу, ну, как бы, это просто сверхчувствительность, сверх какая-то тонкость. Ведь вы говорили про запахи. Если я захожу в комнату, вообще в любое пространство, и чувствую все посторонние запахи. Какое-то старье или грязное тело. Если оно всем нормально, а мне кажется, что человек не мылся там пять часов, он воняет мне. Вот такие сверхтонкие вещи. И также я чувствую, мне кажется, вибрации людей. Если кто-то в плохом настроении, он молчит, но сидит в поседней комнате, я чувствую негативную энергию или переживание. Вот я прям через стены это ощущаю. И мне некомфортно, я ухожу куда-нибудь. Я пытаюсь закрыться в музыке. Причем в музыке я настолько давно. Плеер у меня появился лет в 12, Panasonic, помню, первый. Я уходила очень часто в музыку. Потом наушники. Короче, у меня наушники стоили, ну, на наши деньги примерно, ну, тысяч 20-30. У меня ничего не было, я была студентка, но наушники у меня были крутые, кожаные, Sony. Я защищалась от мира уже тогда. Я не могла, ну, то есть мне нужно свое пространство, свой мир. Я могу выходить в мир, потому что я все настолько чувствую и людей, что мне не всегда нравится. Я рвалась в Москву именно потому, что здесь люди, друзья. Здесь более осознанные люди, прокачанные. Мне с ними интереснее. Вот такая штука. Интересно. Я, кстати, ты пока рассказывал, тут люди пишут. Я такая же чувствительная Венера в первом доме. Вот, как раз Венера, она играет роль чувственности. А пишут, у меня то же самое, но я рак восходящий. Я тоже восходящий рак. Но вот разница от вас, как бы вот тех, кто написал и Уэлли, получается в том, что в конкретных случаях, то есть ее градация чувств, она, ну, как бы зашкаливает. То есть если вы просто чувствительные, вы это знаете, то когда Луна в экзальтации, то это просто, ну, такой вот. Ну, как бы, видите, это можно было бы проверить только так, как если бы вы, например, все собрались и стали бы пробовать разбираться в Вене. И уже по статистике те люди, у которых Луна в экзальтации, они угадывают Вина, угадывают вот эти вот все моторы машин, звуки. То есть вот по этому моменту и вообще Луна с Венерой, это означает какая-то, какую-то уникальность на рынке. То есть получается, когда мы видим Луну с Венерой, это не обязательно, что человек... Да, и хороший аппетит. Вот помнишь, почему? Я люблю поесть, я люблю вкус именно. Да, вкус. Это да, это тоже, скорее всего, лишний вес, и что я постоянно с ним борюсь. Мне кажется, Луна в экзальтации виновата. Это не я. Ну да, я еще назвал таких людей под коксом. Есть такой момент у Луны в экзальтации, что в определенные фазы Луны люди думают, ну вот в этом положении, что они боги. У тебя такое бывает, что? Часто бывает, да. Что ты можешь все и не можешь оценить свои способности до конца. Нет, тут, ты знаешь, я уже настолько, как бы, ну, к 30-ти там годам, да, к 35-ти ты уже понимаешь, что ты уже есть осознание. Раньше его не было, что ты можешь, а что ты не можешь. До 30-ти, да, ты не оцениваешься. Я могла брать 3-4-5, могла брать много, и потом от того, что не рассчитывала свои силы, я просто падала и могла там болеть, лежать 2-3 недели, месяц-два, быть полгода в депрессии. Потому что я бы потянула, но я бы все ресурсы свои потратила, и потом очень долго восстанавливалась. Сейчас, конечно, нет. Сейчас я думаю о команде, думаю, как делегировать, думаю, найти лучших специалистов, то есть другой подход. Здесь нужен совершенно другой подход, чтобы оценивать свои силы. О, вот видишь, вот это уже решение для тех, кто не может справиться с этой силой. То есть сконцентрировать это в каком-то одном направлении, чтобы эту уникальность все-таки проявить. Потому что Луна с Венеры распыляется. Почему я говорю про вино? Эти люди, они парфюмеры, они могут духи выпустить какой-то уникальной марки. Я видел программистов, у которых Луна с Венерой. Так вот эти программисты, они никакого отношения к искусству не имеют, но они могут программу сделать изысканно, идеально. Каждый код будет подходить просто вот. То есть математически это тоже можно проявить. Да, и еще есть такая штука. Я не люблю делать заново с нуля, мне сложно делать, но совершенствовать бесконечно вот то, что я хочу, люблю, умею. Я хочу, дайте мне, ну, как бы скелет, кто-то, да, накидал идеи, я его доработаю, буду дорабатывать вообще всю жизнь. Вот еще такая особенность. А вообще, и добавляя тоже знания из дизайна человека, там тоже есть понятие активный, пассивный ум, вот это мне очень понравилось, что вот ум у тех, у кого экзальтация Луны, он, это такие люди, которые как Wi-Fi загружают в себя постоянно что-то новое, и там внутри это все подсоединяют. Так и есть. Что не могут другие, у них только один поток. И чтобы здесь усвоить что-то новое, это реально нужно постоянно повторять и освежать. Если это не делать, оно, короче, не усваивается, там происходит хаос. Ну, конечно, у тебя Луна-то хорошо расположена, у тебя она в первом доме. Очень неприятно тем людям, у кого она в домах Дустхан. Например, Луна экзальтированная в восьмом или в двенадцатом. Это значит, что у человека буйство происходит не снаружи, а внутри. Он видит это и не может выразить. И его мир, который внутри, он начинает замещать внешний. Настолько он богат. Наверное, заикаются эти люди, потому что не могут выразить, у них скорость внутренняя больше, чем скорость внешняя. И это нравится. Ну, да, там еще, кстати, Меркурий будет играть роль. Да, там может быть неправильная передача через речь. И еще таким людям очень сложно медитировать. Вот у Луна в экзальтации. Им сложно успокаиваться, потому что картинки приходят, а в медитации нужно спокойствие. Поэтому управляемые медитации с образами легче идут. Решение есть у меня по медитации. Не могла очень долго медитировать. Начала изучать пару лет, ну, года три назад дыхание как раз-таки. Дэн Брюле, книга «Дыши», Дэвид Вердейзи, все курсы, ну и так далее. А именно дыхание, фокусировка на осознанном дыхании, вот она помогла избавиться от мысли. Больше ничего. То есть если я не дышу определенный такт, то я не могу не думать. Вот эти образы, они приходят и приходят и приходят. И реально ты сказал им в точку, как раз-таки мне нужно постоянно быть в тренде, такое ощущение. Я все изучаю. Я на три, на пять лет, на десять лет ищу тренды, которые сейчас работают. Это уже проверенная штука. Я вот, ну, опять же, до тридцати лет я просто интуитивно это делала и проверяла, это так или нет. И когда я думаю, что все, это уже тема старая, и она выстреливает через пять лет, а я все это время наблюдаю и думаю, ммм, интересно. И тогда, когда так произошло раз десять, ну или семь, думаю, ну вот, это моя особенность, как бы прими это уже и двигай, используй. Вот, так что изучать все, а именно смотреть, анализировать, вот если я попала в какую-то нишу, я начинаю ее исследовать вообще тотально. Американский, европейский, историю было, стало, что здесь, смотреть на схемы и думать, как внедрить сюда, здесь и уже выстраивать отсюда стратегию. Ну, как бы раньше, конечно, это, раньше было не так, раньше это хаотично было, но желание именно собрать все в одну кучу, пропустить через себя и выдать новое, вот это прям в точку. Ну да, здесь еще Луне с Венерой тяжело, в том плане, что насыщаемость очень быстрая, и когда в партнерских отношениях с мужчинами Луна с Венерой настолько, у нее большой запрос в плане нюансов, романтики, что это нужно, чтобы у мужчины примерно были похожие положения, если у него не развита Луна и Венера, то по совместимости это вообще может не получиться. Никакой там сильный марсианин, сатурнянец, мужик не сможет Луну с Венерой как-то убедить, вот, это должен быть реально тоже парфюмер. Поэтому, если мы у обоих людей видим какие-то пересечения Луны с Венерой или сильную Луну в Венеру, то, естественно, язык любви будет похожий, и вот это вот очень важно. Но, по сути, это бездонный колодец, таких людей называют правосторонними, то есть, где у них в колодце целый вот этот интернет, информация, и люди приходят к тебе, чтобы оттуда что-то взять. То есть, тебе важно, чтобы был запрос. Если ты будешь сама по себе, то вектор сбивается, а есть люди, которые запрашивают у тебя, то ты им даешь из своего интернета всю накопленную базу. Я начинаю так осознавать и понимать себя, и понимать, когда мне 10 человек сказало, Эль, давай ты будешь моим продюсером, я говорю, я не продюсер, ну, ребят, ну, я могу по отдельности все делать, но вместе никогда не делала. И когда Макс уже один, он говорит, Эль, давай будешь моим продюсером. Я знаю, что ты не продюсер, но я верю, что у тебя получится. И все, и теперь, ну, как бы, мы сами видим, что происходит, уже сейчас каждый второй мой знакомый говорит, Эль, давай ты будешь моим продюсером. А потому что это положение продюсера, так как есть от природы чувство вкуса, ну, даже в том, в чем ты не разбираешься. То есть, ты там просто можешь видеть новые краски, а для продюсера это вообще самое главное, ощущать во всем какую-то новую грань. А Луна с Венерой это запредельное вообще положение для новых граней. Поэтому да. Да, постоянно что-то нужно новое улучшать, да. Можно любой продукт вывести вообще в бесконечность, я уже даже вижу этот путь, что-то масштабное, огромное, планетарное, как Майн Велли и что-то выше. А у меня Луна с Венерой тоже соединены, но в Навамше. Я все думал, почему ко мне притягиваются люди, Луна, Венера. Помнишь, мы хотели даже исследование сделать. Самые мои такие частые клиенты и ученики, у них у всех Луна с Венерой, они любят тонкость. Оказывается, что в сфере отношений у меня седьмой дом Навамше связан с одиннадцатым. Луна там стоит и выходит как раз в Венеру в одиннадцатый дом. И вот это йога-парфюмера, а Навамша – это контакт с людьми уже близкий. И поэтому все, у кого это положение, они хотят вот этих граней. И это помогает мне тоже смотреть на какую-то информацию и ее как бы разветвлять на вот эти вот всякие новые такие штуковины. Ну вот в этом, да, мы похожи, и это тоже является частью совместимости. Если у тебя в основной карте, а у меня в Навамше это тоже круто. Да-да-да, я тоже заметила, что другого не нашли. Поэтому если вы чувствуете, что что-то вам не додает ваш партнер, то можно взять, посмотреть совместимость и как бы осознать, в чем причина. Может ли партнер этого добиться? Там виден потенциал. Поэтому если кому интересно, то пишите в директ, и мы посмотрим. Чтобы не было потом мучительно больно за бесцельно-больные годы. Это точно. И молодость, которая прошла не тем человеком. Да. Ну спасибо тебе, Эль. Ладно. Спасибо. Да, давай. Пока-пока. Да, счастливо. Включай меня. Да пробую, тут что-то не хочет. Так, ладно, я тогда. Давай ты, у меня критика не работает. Прекрасно. Видите, сколько мы информации получили? Просто удивительный. Потому что мы оба с Элей проживаем эту Луну с Венерой. Хоть у меня Луна не экзальтирована, но есть эта связь. А сегодня тема Кету будет на живом семинаре, и потом я это выложу в YouTube. У нас Евгения Шуваева, тоже Луна в экзальтации. Девчонки, напишите, у кого еще Луна в Тельце. Вы мне очень нужны, потому что как бы не так просто найти. Привет. 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 О, ты наш ценный экземпляж. Ура. Да. Тебя так, я и записывал, Шуваева. Да. Получается, это 16.06.85 год в 2.35 ночи. Благодарный город. Да, все верно. Интересно. У тебя Луна в экзальтации стоит во втором доме денег. Угу. Ну, это значит, что у тебя по-любому профессия должна быть связана с каким-то чувством вкуса. Денежным. Денежным. Да. Ну, с другой стороны, да, я понимаю. Все-таки люди, как сказать, народ, он очень практичен. С другой стороны, у тебя Сатурн, который занимает 10-й, 11-й, и он противоположен вообще этой теме, который занимается какими-нибудь бумагами, деньгами, управлением. Но твоя Луна с Венеры во втором, она дает вот этот спектр творчества и бьюти индустрии. И вот в таком случае, если человек не пошел в эту нишу, нужно обязательно этот талант развивать. То есть, например, человек работает в банке, но у него талант художника во втором доме. Получается, если он будет развивать нейроны художника, рисовать, или у него будет какое-то увлечение необычное, у него баланс происходит в полушариях, потому что у него в карте это есть. И в банковской среде он начнет более тонко видеть операции, которые происходят, и людей с ними контактировать на другом уровне. И получается, он повышается в статусе и в карьере. Ну, то есть, вот такой смысл. А ты кем работаешь? Я же на бирже. На бирже торгую. На Сатурн, короче. Ну, я рисую, но только рисую для себя дома. Но это я тоже интуитивно пришла к этому, просто захотелось рисовать. Но с бьюти у меня почему-то не получилось. Я не знаю почему. Как-то оно пошло у меня, а потом обрушилось. А мог быть еще период. Мы всегда забываем о том, что иногда мы можем начать свой бизнес, но не в то время. Да, я вот про периоды жду эфир. Потому что я про них не знала. И они, я думаю, что очень большую роль играют. Огромную. Но мы сейчас, когда закончим с экзальтациями, у нас будет семь планет в экзальтации и семь в падении. То есть, через две недели начнутся периоды. И мы посмотрим по каждой планете. А скажи, где там уникальность в твоей работе? Где ты там чувствуешь, что ты проявляешь йогу парфюмера? Где там тонкость? Где там чутье? Чутье? Ну, я чувствую, где будет расти, где будет падать, например. Ну, если брать за валюту, да? То это чисто интуитивно я так думаю. Может быть, я так думаю, ну, просчитывая так быстро цифры. Я их вижу, ну, как бы так, раз, и я выдаю. То есть, я даже не знаю, как это получается. Ну, как-то, как-то идет. Ну, если вот так. Если не считать, не просчитывать, то я могу сказать, вот тут будет рост. И он потом бах, я сама удивляюсь этому. Ну, просто думаю, как так? То есть, ты, получается, подключаешь свой Wi-Fi к вот этому полю информации? Ну, наверное, так. А так как у тебя сверх чутье, а Луна в экзальтации – это сверхинтуиция, то мы видим, что левую часть карты ты предпринимаешь, ну, как бы применяешь для того, чтобы развить правую, потому что там Сатурн. Просто у тебя Юпитер в падении, а он всегда занимается деньгами и вот этими всеми делами. Вот. Буду ждать пропадения, слушай. Да, у нас будут очень интересные штуки. Мы там посмотрим, как это у звезд вообще устроено. Вот сейчас буду карты знаменитостей рассказывать, как эта Луна проявилась. Ну вот, у тебя еще Луна в четвертый дом выходит. Вот хотела спросить, а как все-таки можно вот эту вот сверхчувствительность, сверхинтуицию применять для себя или в каких-то целях? Ну вот есть она. Я знаю, что, ну, я вижу, например, я могу человеку сказать, ну вот, если вопрос он мне задастся, я скажу, стоит уйти или не стоит? Ну для себя, ну, тоже бывает. Ну а как, или не стоит туда углубляться, или стоит, или как углубляться? Делай, делай прогноз. Ты, например, видишь, что-то происходит вокруг тебя, заведи тетрадь будущего. И не настраивайся на него, а делай прогноз. Просто опиши, что вот я сейчас чувствую, что это приведет к вот этому. И вот такого-то числа я это узнаю, например. Пишешь. Просто чтобы в голове это не было. И потом смотришь, где у тебя прогноз состоялся, а где нет. И так ты начнешь понимать, в какой сфере ты сильна, где вот как-то у тебя сходится, а в какой ты ошибаешься. Потом начнешь убирать лишнее, начнешь анализировать. А почему я не смогла сделать прогноз? Это может быть только в том случае, если ты западешь на собственные чувства и ожидания. Получается, что с одной стороны тебе надо делать прогноз, но он должен быть полностью холодным. И вот здесь самое сложное для Луны с Венеры – это вот холод включить. Это значит, что тебе полезно, чтобы тебя окружали люди, у которых Луна в падении, которые рационалы, которые заземляют. И когда у тебя происходит вот это заземление, немножко циничность, то вот эта сверхинтуиция, она пробивается как фонтан. То есть мы, получается, наоборот должны все сделать, чтобы Луна в экзальтации заработала. Круто. Я потом переслушаю, чтобы в это дойти. Загрузил, да. А еще развивай ее дома. Потому что раз она выходит в дом быта, ну, проживание с кем-то, четвертый дом, здесь хорошо украшать дом, декор, вот всякие картины покупать. Вот когда ты украшаешь свой дом, ты прям, у тебя такая энергетика, ты можешь положительную эмоцию какую-то вложить в ту же картину, в какой-нибудь цветок, поливая его, и у тебя дом расцветает. Ну что, Луна с Венера – это сверхтонкое ощущение вообще интерьера и ремонта. Должно быть какое-то увлечение. Ну, например, ты любишь итальянскую мебель или какие-нибудь антикварные там, ну, стал, и, знаешь, вот, найди такое увлечение, чтобы ты дома что-то собирала такое. Круто. Хорошо. Это будет прикольно. Ну, прям увлекись чем-то. Хорошо. Я не думала вообще в этом. Да. Так что давай, прокачивайся. Спасибо большое, Максим. Удачи. Пока. Да, рад был. Да, счастливо. Класс. Да, у меня Луна, пишут, в Козероге, в пятом доме управляет одиннадцатым, где стоит Венера в раке. Вот Венера в раке, да, дала тебе такую вот тонкость. Делала ремонт у себя, и теперь спрашивают, кто делал дизайн? Сама не ожидала от себя такого результата. Ну, конечно же, Венера с Луной дает такое свойство. Но мы не забываем, Луна в Сатурне, она тоже дает склонность такую к деталям. Она более груба, конечно, но она очень последовательна. Вот в этом. Крутая идея про тетрадку будущего. Ну, а почему нет? Каждому надо завести тетрадь будущего. Максим, а если Луна в Пхаране, на Кшатре Венеры, это не считается экзальтацией? Это считается сильным соединением, как вот в карте у нас соединяется Луна с Венерой. Это не экзальтация, но это очень близко. Я бы даже назвал это мулатриконой. То есть это очень сильное положение. Она тоже может себя проявлять очень круто. Макс, меня возьмите, я новичок. Напишите, а у вас Луна в экзальтации? То есть мне нужна вот эта статистика. О, да, я тоже на запрос выдаю и осознаю себя. Телец, Луна, Десятый дом, Венера, Одинстый. Настя Лебедюк, давайте к вам подключимся. Вы нам очень нужны, потому что у вас та самая Луна. Настя Лебедюк или Лебедок. Привет. Здравствуйте. Привет, привет. Тоже, да, Луна в экзальтации? Нет, она не в экзальтации, она просто там есть. Как это? Ну, вот там, где написала, где там Десятый дом. Нет, а ты вроде написала, что она у тебя в Тельце, Луна, Телец. Она нет, я Телец, Лагмин Телец. А, ты, получается, Телец, Венера у тебя в экзальтации. Да, она у меня в Одиннадцатом доме. И у тебя тоже проявляются эти свойства. Да, вот все, что говорила Эля, они у меня везде, вот прямо проявляются. Значит, мы замечаем, что Венера в экзальтации тоже так же себя проявляет. Почему? Потому что это обе планеты, которые отвечают за вот эту самую вот интуицию, чувство вкуса. Они очень похожи. Но когда мы про Венеру будем говорить, мы там увидим некую разницу все-таки между Луной и Венерой. Просто Луна, она более психична. То есть у нее это сильно западает на уровень нервной системы и психики. Ну, я бы сказал, что для Луны более пагубные впечатления, потому что Луна – это ум. И она там создает определенные концепции. А Венера, она все то же самое делает, но это планета, не относящаяся к уму, к разуму. Она больше относится к чувствам и к коммуникации. И поэтому там происходит то же самое, но такого вот сверхзападания не происходит, как у Луны. У Луны даже из-за этого заболевания развиваются. Там есть всякие разные названия. Ну, вот эти вот заболевания, где человек там смотрит на свечу, она его слепит. Или там он слышит пишущую машинку, и она оглушает его. Есть, например, там слишком сильно прилегает к телу рубашка, и человек сходит с ума. То есть это получается вид такой шизофрении у людей, у кого вот похожий момент с Луной в экзальтации. Вот это вот может привести... Ну, я, конечно, таких не встречал людей, но в логика как бы вот туда идет. А венерянцы, они насыщаются и отпускают. Они получили удовольствие, идут дальше. Но Луна – это ум. Он хочет повторить, ему еще больше хочется. То есть он сумасшедший. Я хочу повторить, у меня не получается. У меня ничего никогда ни разу не получилось повторить. Ни разу. Вот хоть во всем. Вот хоть ты тресни. Не получается. Ну, а это невозможно. Тот момент, который произошел у нас в жизни, его реально невозможно повторить. Причем я в часть жизни гонялась за этим моментом. То есть я реально пыталась это повторить. Но у меня просто... Я потом уже поняла, что я бегаю за не знаю кем. Ну да. За нашими невидимыми страстями. Да. Спасибо тебе большое. Да, спасибо. Был рад. Это интересная информация. Да, благодарю. Да. Так, ну что. Есть у нас интересная информация по Фрейду. У него Луна находится в восьмом доме с Меркурием. Вот представьте, восьмой дом. Ну, естественно, мы здесь думаем про секс. Кто же такой Фрейд? Гений, который изучил вот эти животные наши инстинкты, рефлексы. И почему у него получилось стать тем, кто он есть? То есть, посмотрите, если бы у него Луна стояла бы в шестом доме в Венере, он бы был тонко чувствующим человеком, но не факт, что он бы так погрузился на уровень подсознания. Потому что все-таки восьмой дом – это дом уже подсознательных каких-то рефлексов. Шестой дом, он находится еще на периферии. И когда Луна в экзальтации в восьмом доме, здесь уже возникают идеи по поводу снов, психологии. И мы видим, что Фрейд в этом очень проявил себя. Гениально просто. Естественно, вопрос заключается, откуда такая последовательность того, что он изложил. Ведь он очень последователен был. И тут на помощь пришел Меркурий, который стоял рядом с этой Луной, и это идеально. Вы только представьте. Луна, которая получала вот эту вот новейшую информацию на рынке, исследовала этот восьмой дом. И Меркурий, который брал вот эти исследования, да, и грамотно все это описывал в книгах. Меркурий очень хорошо пишет. Меркурий – это интеллект, который смог помочь, да, Фрейду быть таким четким и последовательным. Если бы не Меркурий, возможно, это бы не превратилось вот в такую конкретную науку. Вот в чем интерес. Так вот, что мы узнаем, что когда у человека развита Луна и Венера, очень было бы неплохо, если бы там был контроль Меркурия. И вообще, если бы у человека Меркурий, ну, вообще в порядке себя бы чувствовал в карте. А если Меркурий не в порядке, то у нас нет контроллера над этими эмоциями и чувствами, и человек, конечно же, западает на это. И оттуда же идут, оттуда идет любовь к измененным состояниям сознания. Мы же говорим про сознание. И когда мы привязываемся к вот этим чувствам, то они стирают, ну, так скажем, стирают нашу собственную чувствительность. И человек хочет усилить эффект и начинает пробовать наркотики. От этого все идет. Наши органы и чувства реально могут стираться. И каждый из органов, он не вечен. Почему так важна медитация, которая дает отдых всем органам чувств? Даже во сне этого не происходит. Во сне вы видите сны, сознание работает, вы чувствуете запахи, тело может переворачиваться. А еще глаза могут бегать при этом. И полный отдых не происходит. А вот когда мы медитируем, мы, получается, контролируем вот этот момент воображения, чтобы там ничего не было. Контролируем глаза. И это похоже на сон, который без впечатлений. Вы представляете, какая это разгрузка для организма? И очень хороший пример вот этой полной стертости в чувствах и в эмоциях нам предоставил Ланс фон Трир в фильме «Нимфоманка». Как раз я теперь понял логику, как мы от Фрейда перешли к этому. Это история про девушку, которая начала заниматься сексом с 13 лет. И когда мы видим сексуальные сцены в этом фильме, мы не получаем от них удовольствия. Это показано именно реалистично, как это есть в жизни. И показано вот это, ну, знаете как, статичность этого процесса. И когда он в повторении, без чувств, без любви, то он вызывает внутри отторжение. То есть этот фильм нас обучает. И мы увидели такой момент, что она начала западать на ощущениях. Естественно, все это привело и к Садамазе, и ко всем подряд. И в итоге, когда она встретила мужчину, которого она раньше любила, но его бросила, она осознала, что она ничего не чувствует во время полового акта. У нее нет ни чувств, ни любви. И, естественно, у нее началась глубочайшая депрессия. Когда ты смотришь этот фильм, ты уже примерно прикидываешь, к чему может привести вот это статичное желание получать удовольствие через тот же секс, где какая бы у вас ни была Луна с Венерой, человек не будет чувствовать себя счастливым. И это проблема многих. Сейчас много впечатлений, которые перегружают наш ум, который уже привык к ним, но в них нет цели. В них нет роста, в них нет какой-то эволюции. Чем больше мы этих впечатлений получаем, тем более мы становимся черствыми к новым впечатлениям. Это проблема нашего сегодняшнего дня. Напишите, кто у нас имеет Луну в экзальтации, не просто добавляйтесь, а то я не пойму. Напишите, у меня Луна в экзальтации, или у меня есть это. Следующий персонаж, который у нас имеет такую Луну, это Фёдор Достоевский. И у него Луна в экзальтации, в доме творчества. Посмотрите, как он тонко, из пальца практически, мог высосать какую-нибудь тему, которую можно было передать в одном предложении. Преступление и наказание. Анна Каренина. Другой момент. Давайте вернемся к преступлению и наказанию. А здесь, в принципе-то, историю-то можно, ну, я не знаю, ну, что там рассказывать. А на самом деле он, да, у нас просто удивительно, что вот это вот его обсасывание каждой детали, это и есть вот эта Луна Венера. Да. Анну Каренину я почему-то у меня Толстой сразу прилепился, потому что у него тоже есть это качество. Я его прилепил тут, да. Но надо, кстати, посмотреть карту Льва Толстого, может быть, у него тоже там Луна с Венерой присутствует. Ну, так вот. Короче, мы видим, что в пятом доме это есть. А пятый дом – это дом Романов. Это значит, что он проявлял себя и женщинами настолько же тонко. И вот эта экзальтированная его Луна, конечно, могла их удивить. И она давала ему сверхчувствительность, и он был очень зажатым человеком. А чаще всего, когда мы видим Луну в экзальтации, такие люди стараются казаться более приветливыми и добрыми, потому что они постоянно страдают от переизбытка этих эмоций и стараются поддерживать позитивное настроение, потому что негативное очень сильно сказывается на их состоянии. Для них состояние, в котором они находятся, – это их ресурс. И для них это важно. И поэтому позитив – это то, через что они спасаются. Вот. О, Инга, давай с тобой. И мы видим, да? Да, сейчас мы Ингу добавим. Кстати, один из наших менеджеров, и очень она талантливая Инга, она очень тонко умеет с людьми общаться, и она тот человек в команде, у которого действительно Луна проявлена по максимуму. Вот. И у него как раз Луна выходит в дом отношений у Достоевского. А Венера из двенадцатого дома выходит в пятый дом. Ну, это успех за границей и связь с этим порталом. Так, Инга, подключайся. О, привет. Вот у нас еще один человек в команде с Луной в экзальтации. Заметь, какие совпадения. Так как у нас очень, ну, важен, да, момент маркетинга и продаж, то, чем как раз занимается и Эля, то ты как раз вот находишься в этой волне. Ну, скажи, вот как тебе помогает вот это положение? Как, в чем ты чувствуешь вот эту уникальность свою? О, уникальность в переживаниях. Вот что ты описал, тяжело дается, да. Я больше себя позиционирую, да, вот с точки зрения, что у меня все хорошо, да, мне чувства нужны, вот я их глубоко куда-то прячу. Мне нужно, ну, Луна, конечно, дает о себе знать. У меня еще солнце там немножечко в падении, поэтому оно таким образом проявляет у меня какой-то дисбаланс, мне так кажется. А ты знаешь, у Достоевского тоже солнце в падении в 10-м доме. У Достоевского тоже солнце в падении, я это видела, да? У кого? Это не помешало писать? А? А ему, ну, ты знаешь, у него солнце в падении в 10-м доме, в доме профессии. Ему почему-то очень сложно было излагать эти мысли, и ему стала помогать жена, и в какой-то момент он вообще перестал писать сам. Он надиктовывал, и она писала. Ну, я могу предположить, что его вот это вот качество странное, что он сам не пишет, наверное, вот это... Ему нужен был еще человек с какой-то энергией, чтобы он его поддержал. И вот, скорее всего, ты тоже в этом нуждаешься, и твое солнце, оно тебя как бы сдерживает в твоих посылах. Да. Может быть, он вообще без жены бы не справился. Ну, кто его знает, Достоевский, мы не знаем, что бы было. А вот в чем ты испытываешь огромную эйфорию, от чего у тебя самый большой кайф в жизни? Вот именно где проявляется тонкость. Самый большой кайф от того, что удается использовать свою чувствительность, проницательность, предугадывать, да, некоторые события. Но чаще это всего происходит почему-то после, когда это событие произошло. Я думаю, да, я же это знала, да, я же это чувствовала. Как неразрешение себе, да, что-то такое вот выразить, да, и, ну, как, понять, да, что ты это можешь, что в тебе это есть. Вот это вот. Угу, я понял. А вот есть ли какое-то необычное раздражение вот от какой-то мелочи? Кто-то не любит скрипы, кто-то не любит гром, кто-то вот еще, ну, что-то такое вот. Нет. В этом плане ты не замечала, что тебе раздражают какие-то нюансы. А в людях есть вот самое большое вот такое вот, что тебя больше всего раздражает в людях? Какое качество? Больше всего не профессионализм. Это, скорее всего, то, к чему я себе тоже придираюсь. Да, я люблю очень людей, ну, с точки зрения развивающихся, да, которые вот в профессии проявляют себя, углубляются, развиваются, то есть постоянно, не стоят на месте. То есть движение вперед, вперед, вперед. То есть предела нет. Ты можешь назвать себя перфекционистом, да, в каком-то смысле? Вот. Это тоже качество Луны с Венерой, потому что Луна с Венерой любит вылизать все, просто вот каждую грань вычленить. Вот, и всегда их раздражает, таких людей, когда кто-то вот нюансы упускает. Угу. Да, у тебя Луна... Часть станет в нашей жизни, да. Ну, у тебя просто вообще Луна выходит в третий дом. Это вообще, ну, это же дом коммуникации. Это просто как подарок, то есть это вообще, ты можешь с любым человеком ладить. А Венера в четвертом доме во Льве. Ну, ты знаешь, получается, у тебя эта тонкость, она перетекает в лев, и есть внутреннее, получается, эго, превосходство над теми, кто этой тонкостью не обладает. Угу. Да, ты можешь делить людей в этом плане на тех, кто, ну, не тянет, то есть видно, что он не настолько тонок, не нужно с ним находиться. Да, вот это вот лев может... Да, именно по тонкости восприятия. Да, и эта же Венера с Луной дает падение твоему Солнцу, как будто балансируя его, чтобы оно, как бы, не зазнавалось. И еще и рядом поставили кету. Ну, знаешь, если у тебя такая комбинация, что вот взяли, опустили это Солнце через Венеру, еще и кету приставили, ограничили его, это значит, что в прошлых жизнях могла быть очень сильная привязанность к вот этому комфорту, перфекционизму, полное погружение в это. И здесь дали такой дисбаланс эго, значит, ты могла в этом плане ставить себя выше в своем состоянии жизни, то есть что ты жила на другом уровне просто, и твоя душа пропиталась этим, и у тебя оставили вот этот момент тонкости, но при этом могли осложнить условия. И это временная такая штука, пока ты сама, получается, не разовьешься в плане духовном, материальном, а эго останется все там же внизу. Да, да. И с таким моментом, то есть с такой позицией, конечно, что бы ты ни делала, каждый раз нужно создавать себе аскезу. То есть выходишь на уровень денег новый, и, естественно, себя сразу, типа, так, я вот это вот не буду делать, как раньше, не буду говорить так. Я себе не буду позволять говорить вслух, там, вот такие-то вещи. И все, и получается... Даже думать, мысли сначала, да. Очень прикольно, что такое совпадение, что вот ты сейчас вышла, и до этого был Достоевский с солнцем в падении, как у тебя. Интересно, да, вот тогда тебе надо... Ну, как бы, как ты на него, интересно, реагируешь, на Достоевского? Он тебе близок? Да, Достоевский, ну что, свой парень. Да. Да. Это значит, что надо тебе изучить его биографию, и посмотреть, как эта Венера и солнце проявляла себя в общении с людьми. Может быть, что-то будет похожее. Даже не произведение. Ну, я про Вишу, у меня тоже все меняется. Я только недавно говорил, что его не нужно читать, и что это вредная литература, но для детей. Да. Для осознанных личностей это как опыт. Нужно применить в себе, чтобы лучше в себе разобраться. Как и Ланс фон Триер тоже, я... Да, я тоже смотрела, рассекая волны. Вот. Ну, это же правда гениально, но не все это переживут. Правда гениально. Луна с Венера, если такое смотрит, она может тяжелые переживания понести в таких фильмах. Прям... Нет, нет. Нормально? Это все очень осознанно. Это все даже не на уровне жалости, а на уровне того, что это есть. Это проживается людьми, и это тоже часть нашего социума, быта. Это у кого-то есть. Ну, что это? Слушай, ну круто. Да, спасибо тебе. Спасибо. Круто. Спасибо большое. Да, был рад. Счастливо, счастливо. Класс. Тоже чувствую непрофессионализм людей, чувствую как профи. Кто профи, кого слушать и слушается. Вот поэтому... Слушаю тебя, Максим, как вы вывели. Да на самом деле... Как сказать? Я раньше был более задротским. Я использовал свой Меркурий, который пытался все контролировать, и который боялся того, в чем нет контроля. Который пытался сделать все просто идеально. Я всегда хотел расписать все от иголочки. А Крис Фридман, напиши, у тебя тоже Венера в экзальтации? Напиши сейчас. Но я осознал, что все-таки я рак и луна в первом доме. Нельзя создавать полный контроль. Я потеряю свою интуицию. В этом не будет жизни. И раньше я бы испугался вот так взять всю астрологию, выложить в прямой эфир. Потому что не знаешь, что будет. Каждый прямой эфир, я не знаю, найду я вас, что вы будете отвечать. А вдруг я что-нибудь скажу, оно не совпадет. Но благодаря контролю Меркурия и все-таки отпусканию ситуации через луну, я вижу, что от эфира к эфиру возникают какие-то из этих порталов, идеи и мысли, которые я не думал вам рассказывать. У меня есть определенный план, очень общий. Если честно, я его накидываю буквально за 20-15 минут. У меня есть такое упражнение. Я перед сном. размышляю о том, что я буду говорить вам на следующий день. Потом я забываю это, мозг мой это прорабатывает. И перед эфиром у меня уже концентрат мыслей выдает что-то, то, что я должен рассказать. Я это фиксирую. Такие общие моменты. А потом мы начинаем с вами общаться, и это выходит что-то вообще другое абсолютно. Вот из зоны импровизации здесь реально 50 на 50. То есть половина эфира – это то, что я вообще не собирался вам рассказывать. И я понял, что в этом и есть вкус. То есть должна быть свежая мысль. Если она продуманная, прописанная, она уже стара, она неинтересна. А мы же с вами сейчас живую общаемся. Луна, да, написано, цветы, цветы. Конечно же, уход за цветами, поливание цветов. Луна, Венера реально – это цветок. Поэтому, если Меркурий слишком уж сильный, то он, наоборот, перебивает вот это вот качество Луны с Венерой. Следующий персонаж у нас – это Иван Грозный. И у него Луна находится в шестом доме. А в экзальтации, знаете, что необычно? Он с Сатурном рядом. Это даже сложно описать, если честно. Представьте, у него очень тонкий ум, с большим воображением. Но Сатурн – это не то, что планета, которая не имеет фантазии. Она ее имеет. Она просто любит смотреть более широко, не так детально. А Луна любит смотреть в детали. Получается, у него детальный такой, сверхчувствительный ум, при этом с очень глобальным мышлением. То есть, это как бы на ширине начинается и потом сужается, как лазер. И мы понимаем, что Сатурн охлаждает эту Луну и делает ее рациональной. Это же просто уникально. То есть, у него офигенные мысли, необычные, как управлять людьми. А шестой дом – это дом управления. И Сатурн, который не дает ему выйти за какие-то границы и понять, как это применить. А ведь он гениальный политик, который объединил Русь. То есть, там были разные кусочки, которые были разбросаны между друг другом. И там вот эти князья, они управляли, да, вот этими шматками земли. И как бы все было раздроблено. Он, как дипломат, сумел с каждым из них договориться и как-то, чтобы это было всем выгодно и по деньгам, и как-то это все сделать, чтобы Россия стала цельной. Конечно же, Луна в экзальтации ему тут помогла в переговорах, а Сатурн позволил увидеть, как эти раздробленные куски соединить воедино. Просто удивительно. И мы видим, что вот эта Луна еще выходит в восьмой дом, и это значит, что у него сверхинтуиция. И интуиция в плане приближения опасности. Потому что восьмой дом – опасная штука. И, конечно, с такой интуицией такого царя очень сложно убить, потому что он просто сенсор. А Сатурн у него вышел как раз в дом денег и в дом коммуникации. Ну, чем не круто для царя? Просто офигительно. Надо вообще посмотреть, были ли у Ивана Грозного какие-то творческие увлечения. Вот это я не посмотрел. Ну, вот в плане искусства. Вот это, конечно, интересный момент. Может быть, он что-то собирал? Где вот еще эта Венера с Луной проявилась? Да, это интересный момент. Вот тут пишут. Иван Грозный. Да. Любил. Да, про это я забыл. Тоже вот тут есть. Изощренные казни. Вот видите, если бы он тогда пришел к астрологу, когда еще был парнем, которому 16 лет, ему нужно было найти увлечение, которое бы позволило ему собирать картины, какие-то интересные моменты, которые бы он мог прочувствовать очень тонко и насладиться вот, да, правильными вещами. А тут мы видим, что он делал изощренные казни. И не зря он Грозный. Это Луна Венера. Вы посмотрите, в каком качестве проявилась. А восьмой дом – это дом подсознательных страхов и разных инстинктов. И Луна, получается, здесь очень обидчива в шестом доме. Много его могло обидеть. И в восьмом доме она вызывает какие-то фобии. То есть получается, что вот эти изощренные казни – это тоже некая защита. То есть он там получал свое удовольствие, но при этом показывал людям, что с ними будет. Да. Разве у него не было психических заболеваний? Надеюсь, он не мучил животных. Вы знаете, сейчас так много пишут про это, что я не всему верю. В основном информация о том, что он Грозный, не из-за того, что он там какую-то жесть творил, а из-за того, что он очень сильно пугал во внешней политике других царей, королей своими гневными письмами, какие они недоразвитые. Ну, представляете, там какой-нибудь Карл или еще кто-нибудь там живет себе и живет. И тут ему пишет какой-то Иван. Говорит, вы там не моетесь, писать не умеете. Сидите там себе и сидите. Или я вам покажу тут Кузькину мать. То есть какая-то такая агрессия, что мы вот тут вот такие, а вы там, ну, нет, действительно, у нас все мылись, в бане ходили и писали. А у них некоторые короли этого не умели. Он чувствовал свое превосходство, и он реально себя чувствовал царем, который не царь России, а вообще царь всего этого континента. Вот. И вот эти вот цари, вот чувствуя его вот это хейтерство, то есть он был реальный хейтер, который их опускал, и есть письма, которые показывают, какую жесть он им писал, и что он с ними сделает, а он был изыскан в этом. То их это сильно пугало, и они начинали его называть грозным. Вот. Это уже я слушал одного исследователя, по-моему, Сундуков, и еще кто-то рассказывал. Это не то, что пишут в обычных исторических книгах, а это уже такое индивидуальное исследование его жизни. И мне кажется, что в этом есть логика. Нельзя вот просто взять и прилепить к человеку, что вот он был таким гадким, поэтому он грозный. Там может быть и другая причина. А насколько точными получаются карты известных людей? Время рождения же невозможно узнать. Вы знаете, есть целое сообщество астрологов, которые ректифицируют эти карты, и это легко можно проверить по периодам жизни. Когда человек заболел, когда он потерял кого-то, когда у него был момент создания семьи, свадьбы, рождения ребенка. Как у обычного человека, который, например, мы не знаем, когда он родился, мы делаем ректификацию и узнаем. Поэтому Грозный был хейтером, поэтому его назвали Грозным. Я смотрел его периоды жизни, и все совпадает. Есть логика в этом. Кстати, у него есть сочетания, такие же, как у Трампа, Венера, Раху и похожие такие истории. Поэтому, когда мы видим такие схожести, мы можем предположить, что поведение Трампа чем-то напоминает Грозного в те времена. Ну, я бы не сказал, что Трамп какой-то далекий, глупый человек, и что он не обладает мягкостью, он очень любит людей и свой народ. Вот. Ну, есть просто разные программы, которые, ну, мы выходим, то есть в интернет, там есть база вот этих вычисленных карт, есть форумы астрологические, и я смотрел, ну, как бы я же тоже изучал курсы, и я когда какую-то карту беру, я смотрю, что, например, там минимум у пяти топовых астрологов эта карта совпадает, потом смотрю базу данных, как там это вычислили, ну, потом смотрю период, и смотрю, да, все совпадает. Вот вы знаете, про карту Путина, я просто не совсем уверен, что это его карта, потому что про него реально узнать сложно. Ну, по нему видно, что у него сильный Сатурн, и у него сильная Венера, потому что он реально тоже очень тонкий человек. Вот. Ну что, у нас осталось 12 секунд, завтра у нас Солнце в экзальтации, Солнце в овне. Ребят, я вас очень жду, прям подготовьтесь, и посмотрим вас, будет очень интересно.